Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, почему мы хотим осветить именно эту тему, церебральный метастаз рака молочной железы? Ведь, как известно, в головной мозг могут метастазировать все виды злокачественных опухолей. В настоящее время рак молочной железы – это та патология, где, благодаря в первую очередь успехам химии, таргетной терапии, удается реализовать главный золотой стандарт нейроонкологии – это перевести смертельную болезнь в хроническую. К тому же церебральный метастаз рака молочной железы занимает первое место вместе с заболеванием рака легкого в структуре церебрального метастазирования. Итак, метастазы головной мозг, рак молочной железы, несомненно, грозное осложнение онкологического процесса, но, несмотря на диссеминацию процесса, пациентки живут и получают лечение годами. И на разных этапах развития болезни им могут понадобиться различные виды как инвазивного, так и консервативной медицинской помощи. Но в настоящее время отсутствуют четкие не то что стандарты, а даже рекомендации, кого можно оперировать, а главное, как можно оперировать. В России нет официальных статистических данных о чистоте церебрального метастазирования рака молочной железы. Однако, принимая во внимание статистику заболеваемости рака молочной железы в России и зная примерно, о скольки из них разовьются церебральные метастазы, можно получить, конечно, условную, но цифру это около 10 на 100 тысяч населения. В России это около 14 тысяч новых церебральных метастазов. В одной Москве и Московской области около 3 тысяч новых пациентов в год с церебральными метастазами рака молочной железы. Половина из них примерно это единичное церебральное метастазирование. Конечно, тактика лечения этих пациенток вырабатывается на консилиуме с участием химиотерапевта, радиолога, нейрохирурга. Учитывается как клинические, так и биологические факторы. На наш взгляд, кандидатами на хирургическое лечение являются пациентки с солитарным поражением головного мозга при наличии дислокационной и компрессионной неврологической симптоматики. С единичным поражением головного мозга в случае отсутствия прогрессирования онкологического процесса на экстрацеребральном уровне и наличие неврологической симптоматики. Причем метастазы могут быть удалены и из функционально важных зон. Множественное поражение головного мозга в настоящее время не является противопоказанием хирургическому лечению. Хирургическое лечение может быть предложено пациенткам. В случае, когда один или два метастаза определяют клиническую картину заболевания и имеются дальнейшие перспективы лечения данных больных. Удаление возможных этапически разобщенных метастазов разъемной организации, как из разных полушарий, так и разнополюсных метастазов. Метастаз рака молочной железы по своей структуре. Обсуждение мы практически проводим после каждого доклада. Солидная кистозная, солидная некротическая метастаза. Солидная структура – это узлы плотной или плотной эластичной консистенции, достаточно четко ограниченные от призговой ткани. В перифокальной зоне умеренно выражен неолангиогенез. Глубина опухолевой инфильтрации составляет от 1 до 8 мм. Поэтому наши рекомендации – это однозначное блоковое удаление метастаза с захватом перифокальной зоны до 1 см, естественно, при физиологической дозволенности. Метастазы кистозной структуры весьма неблагоприятны в плане хирургического лечения, так как стенка кисты рыхлая, плохо отделяется от перифокальной мозговой ткани. Возникает риск оставления участка стенков кисты в глубине операционной раны, что приводит к достаточно быстрому локальному рецидиву. В таких случаях при больших кистозных метастазах мы используем имплантацию резервуара АМАЕ в кистозный компонент метастаза. Процедура технически простая, может выполняться как под общим, так и под местным обезболиванием. Длительность операции 30-40 минут. Цель достаточно быстрый регресс нефрологической симптоматики в послеоперационном периоде. Имплантация возможна в метастазы как на супра, так и на субтентриальном уровне. Метастазы солидно-кистозной структуры. Первым этапом проводится аспирация кистозного содержимого с последующим блоком удаления солидной части опухоли. В нашем отделении в настоящее время мы анализируем около 150 пациенток с серебральными метастазами рака молочной железы, прошедшим хирургическое лечение. В настоящее время одногодичную выживаемость мы получили в 70% в случаях. Локальные рецидивы при блоковом удалении составили 5%. По данным мировой литературы, частота ранних локальных рецидивов составляет 30-40%. В 2014 году с нашей подачей российским обществом онкомомологов были приняты рекомендации к хирургическому лечению пациенток с серебральными метастазами рака молочной железы. Как освещалось выше, претендентами при единичном поражении являются пациентки с неврологической симптоматикой и стабильным процессом онкологическим на экстракраниальном уровне. При множественном поражении хирургическое лечение может быть предложено, когда один или два церебральных метастаза определяют тяжесть состояния и клиническую картину забелевания, и имеется перспективное дальнейшего лечения. Опять же, наша цель в случае церебрального метастазирования привести смертельную болезнь в хирургическую. Спасибо за внимание. Благодарю, Дмитрий Михайлович. Вопросы есть? Вообще, проблема метастазов... Спасибо большое. Проблема метастазов, она очень актуальна. Я считаю, что более актуальна, чем проблема злокачественных астроцитарных опухолей. Но, во-первых, их гораздо больше. Есть данные, что метастазы голонмоз присутствуют у 50, кто-то говорит, даже 70% онкологических пациентов. Просто они не выявляются. Просто таких пациентов гораздо больше. И, тем не менее, еще и за рубежом, и в нашей стране, тем более, нет должного внимания к этой проблеме. И мы сталкиваемся с запоздалой диагностикой, с неадекватным хирургическим лечением, с неадекватным комплексным лечением. Мы проводили небольшое исследование в 2011 году. У нас город является Петербург, один из самых неблагоприятных онкологических регионов нашей страны. У нас было в 2011 году 120 тысяч онкологических пациентов, из них 19 тысяч были выявлены за последний год, за 2011. Если брать вот эти 120 тысяч пациентов, то даже по самым скромным подсчетам у пяти тысяч этих пациентов должно быть выявлено метастазовый мозг. Мы посмотрели, сколько таких пациентов с метастазами прооперировано в наших энергохирургических стационарах. 132 человека. 132 петербуржца были прооперированы с метастазами в головной мозг в 2011 году. С 63-м была проведена радиохирургия. И в 45-ти, по-моему, облучение, общее облучение головного мозга. Вот, пожалуйста, куда делись остальные пациенты. В общем-то, я думаю, что ситуация в других городах и весях нашей страны примерно одинаковая.